Готовность системы теплоснабжения ХИМОК к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода. Эту тему обсудили на совещании в округе, которое провел вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин совместно с Дмитрием Волошиным и руководителями профильных ведомств. Также на встречу пригласили старших по домам для информирования о ходе работ на аварийных участках. Всегда, всегда в процессе включения самые слабые места, которые прессовывали летом холодной водой, при подаче горячей водой появляются течи. Здесь сейчас собран беспрецедентный ресурс Госпрома ТС Камус Энерго по аварийным бригадам, которые сейчас работают по устранению всех протечек и всего остального. Это позволит нам гарантировать то, что мы пройдем зиму без каких-либо серьезных проблем и отключений. Евгений Хромушин напомнил, что в 2023 году в Химках по распоряжению губернатора Московской области реализуется обширная программа модернизации ветких тепловых сетей городского округа Химки. Программа рассчитана на три года. За лето проделана огромная работа, связанная с модернизацией сетей, но это только треть проблемы, которая была в Химке. По тем участкам, где модернизация проведена, мы сегодня видим, что у нас ни жалоб, никаких проблем нет. В ходе заседания участники штаба выслушали обращения жителей, а также наметили план действий по устранению проблем на участках. Дмитрий Волошин распорядился объехать каждый проблемный адрес. Проедем все адреса проблемные. Вот у нас есть список, мы его понимаем, у нас 14 домов было на утро. Мы эти дома все проедем и проверим, и в том числе низкие параметры. По итогам заседания участники разделились на группы и проверили температурный режим в многоквартирных домах, жители которых обращались по поводу отсутствия отопления. Так, в Сходне, на Микояно-5, Чапаево-10, в юбилейном проезде 6 и 10, в некоторых квартирах подача отопления уже восстановлена. Где-то пока наблюдались пониженные параметры, и это будет исправлено в кратчайшие сроки, отметил министр энергетики региона. Уже дополнительные бригады брошены на то, чтобы как можно скорее в домах было тепло. Мы на сегодняшний день увеличили количество бригад. Здесь есть и бригады из Москвы, которые приехали для выполнения работ. Вот сегодня на устранении и на наладке отопления у ТСК работает 17 бригад, когда штатных всего 9. Также участники обхода посетили адреса, по которым были зафиксированы обращения жителей на улице Чернышевского, Зои Космодемьянской, проспекте Мельниково, Панфилова, Бабакина. А также в домах в микрорайоне Левобережный. Специалисты выясняют причины, устраняют их, производят удаление воздуха из стояков. Батарею нужно промывать. Сама батарея забита. В Химках открыта единая горячая линия по приему заявок по вопросам отопления. Номер горячей линии указан на экране. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Вильфрид Дымковский. Новости Химки ТВ.